На этот раз мы сделаем необычный столик с объемным портретом одного известного блогера. Узнаем, что же будет, если положить стекло в лазерный станок. И хватит ли 20 стекол для того, чтобы добиться задуманного эффекта. Приятного просмотра. Для того, чтобы сделать столешницу из 20 слоев стекла, нам понадобится 20 слоев стекла. Их я и разгружаю. Для того, чтобы каждое стекло ложилось в одно и то же место, делаем вот такой шаблон-ограничитель из фанеры. А затем кладем в него стекло. Теперь осталось только подготовить файл. Выбор тут не случайный и мы решили сделать небольшой подарок Дане Крастеру. Да, многие скажут, что я решил хайпануть. Но по факту я действительно очень благодарен ему за контент и скажу больше. Именно благодаря его роликам в свое время я решил завести ютуб-канал. И заняться всеми этими DIY на ютубе. О чем совсем не жалею. Да и к тому же портрет по задумке должен быть объемным и колоритным. И ничего лучше, чем эта фотка просто не придумать. В итоге мы ее перегнали в вектор и поэтапно разложили на 20 слоев. Именно так они выглядят в разложенном виде. Теперь уже можно переносить вектор на стекло. Если честно, я совсем недавно узнал, что стекло можно гравировать точно так же, как и фанеру. Кстати, благодаря ролику на канале LaserCut. Большое им спасибо за контент. В общем, если у вас есть лазерный станок или вы думаете его приобрести, это первый канал, на который вы должны быть подписаны. Ссылка будет в описании. Затем просто кладем стекло на стекло и так 20 раз. После чего понимаю, что все стекла заляпаны и покрыты пылью, поэтому перекладываем их по новой. После того, как все стекла уже чистые и лежат в правильной последовательности, уже не терпится посмотреть, как же это будет выглядеть. Получилась действительно залипательная штука, от которой очень сложно оторваться. Если, конечно, под боком у вас не лежит увлекательная игра Raid Shadow Legends. Она, к слову, и является спонсором сегодняшнего видео. А учитывая то, что в нее можно играть как на мобильном, так и на ПК, то она у меня всегда под боком, как вы видите. Лично я очень ценю внимание к деталям и мелочам. И это именно то, что качественно отличает Raid от других игрушек. В Raid 500 уникальных чемпионов. И каждый из них был полностью анимирован с помощью технологии захвата движений. Кстати, недавно мне выпал крутой чемпион. Николас. Вот он. И уже теперь, благодаря ему, я с легкостью пройду кампанию до конца. Несмотря на то, что игра абсолютно бесплатная, Raid постоянно выпускает обновления. На данный момент в разработке крупная обнова. Роковая башня. Это 120 этажей суперсложных уровней и еще более сложных боссов. А для того, чтобы не пропустить это событие, качай Raid Shadow Legends по ссылке в описании. И в качестве нового игрока ты получишь 3 древних осколка, запас энергии, 100 тысяч серебряных монет, а также крутого чемпиона Палача. Также ищи меня в игре под ником Лихой Топор. Удачи и жду тебя в Raid. Следующим этапом делаем деревянный корпус. Для того, чтобы обрамить стекло, делаем его из клееного дубового щита. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В итоге имеем вот такую несложную конструкцию, в которую и поместится стекло. Субтитры сделал DimaTorzok Которая также спрячется в корпусе. Вся эта столешница в итоге весит очень прилично, поэтому подстолье было решено сделать из металла. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, есть еще одна хорошая новость. Нас снова номинировали на премию лучший DIY-блогер. Голосование уже открыто. Мы находимся в номинации в мастерской столера. Ссылки на голосование оставлю в описании. В прошлом году мы заняли второе место, совсем немного не дотянув до первого. Именно поэтому важен каждый голос. Спасибо. Спасибо за просмотр и добра топора. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...